итак всем привет мартын меня вдохновил сами видео которое выкладывает сидя в какой-то комарки но выглядит прикольно поэтому решил записать свое плюс к тому обещал конечно сам же же вот немножко компенсировать все нападки на так сказать сторонников классического тех анализа я объясню почему собственно весь этот тех анализ полное говно причем говно собственно не тех анализ в принципе потому что тех анализ это просто интерпретация законов price action просто интерпретация цены они фундаментальных это факторов акции там или актива просто смотрим на цену интерпретируем по любым там своим каким-то там правилам и это будет тех анализом я имею ввиду классический тех анализ который написано во всех книжках которые используют большинство почему большинство потому что любой кто придет на рынок он спросит что мне там делать что мечтать гиме потом поучиться ему скажешь читает мерфи читает мало энциклопедию трейдера наймона читает там еще что-то там бла-бла-бла элдера там еще кого-нибудь говно ну и все в таком духе естественно то есть начинается начитается и что у него мировоззрение собственно складывается после этого естественно такой же как и у всех вот и самое главное что поменять поменять вот это вот мировоззрение изначально да изначально очень сложно это как вот как будто воспитание ребенка представьте что вы воспитали ребенка как его потом переучить он попадает да там в мир который там не соответствует да той реальности к которой вы там собственно говорили и ему становится ну он просто не выживет вот он просто не выживет либо он будет перестраиваться это будет очень болезненно вот поэтому мой совет мой совет не то чтобы не читать книжек хотя лучше их на хрен не читать вот но если вы все читаете то как и как минимум вы должны понимать как будет действовать толпа а в том или ином смысле далее все что буду говорить это относится к сверх ликвидным активом сверх ликвидным то есть то вот там топ-10 самых ликвидных инструментов планеты потому что как говорил билл оусов из юната трейдерс да чем больше толпа тем лучше работает тех анализ на всяком не ликвиде и активы которые там не интересны там богатая большинству это антиханализ там ни хера не работает там может простить все что угодно все что угодно потому что нельзя как бы действовать толпы можно предсказать действия какого-то одного человека двух там трех предсказать просто невозможно вот поэтому чем больше людей чем больше трейдеров сосредоточены каком-то там активе тем лучше тем техничный трейдер актив и тем он предсказуемым поэтому я как бы торгую стараюсь торговать только то что максимально ликвидным начнем с самого-самого простого потому что они которые не понимают даже самые были первоначальных вещей самых вот ну самых первых начнем с того что раньше когда-то давно да даже на российском рынке был живой рынок был живой рынок яга на нем успел поторговать выиграл даже там конкурс да и у меня был следующий год да после там 2008 очень тяжелый почему потому что рынок поменялся поменялся как он стал из живого рынка на котором заправляют законы спроса и предложения он стал рынок маркет-мейкера что такое живой рынок живой рынок это когда появляется спрос в какой-то момент времени важно там новости вышли пробитие какую-то там уровне технического еще там что-то в общем когда а большинство сразу хотят купить в моменте на них просто не хватает продавцов соответственно если на покупатель нет продавцов то цену просто размазывают по графику вверх а просто начнет улетать почему-то потому что некому продавать некому продавать продолжить предложение нет когда на рынке есть маркет-мейкер то в моменты вот в эти моменты когда какую-то секунду конкретную покупатель становится намного больше чем продавцов естественно у кого они покупают они покупают у маркет-мейкера потому что это его задача ты его работа это прописана в его собственно собственно задача чтобы обеспечивать в каждый момент времени котировку на покупку и на продажу с каким-то там спрейдом определенного этого работа чтобы кто-то пришел там инвестор еще кто-то захотел купить он берет и покупает по той цене по которой прям по рыночным самая лучшая котировка все ничего не двигается и что вот он захотел эту цену купить ему далее купи хоть там миллион хоть миллиарду сколько угодно просто зайди в рынок хоть как-нибудь вот его просто там ждут уже давно с нетерпением поэтому когда в моменте появляется там примеру тысяча продавца покупатели и 100 продавцов на них всего лишь то вот эти 900 оставшихся покупатели они все покупают у кого у маркет-мейкера маркет-мейкеры естественно всех принимают и цена не растет а что будет с ценой естественно будет что падать потому что все кто хотел купить купили собственно за счет чего-то будет расти маркет-мейкер явно не поведет цену сам вверх уже не будет себе в убыток работать правильно да ему не нужно ничего там вести может просто там убрать свой спрейда и рынок сам упадет под естественным дисбалансом потому что все купили получается совершенно наоборот то есть раньше когда цена улетала в момент когда все хотели купить то сейчас когда все хотят купить цена от прямо на этой котировке берет и разворачивается то есть привыкнуть такому до после того как ты торгал на живом рынке очень сложно поэтому мне потребовался где-то наверно год чтобы перестроиться и понять систему как она работа как она работает то есть все приходится делать теперь наоборот абсолютно там я раньше покупал цена улетала я брал профит то теперь там я покупаю я продаю ну приходится все таки подстраиваться под рынок соответственно маркет-мейкер это не просто какое-то эфемерное там эфемерное там какое-то существо и не знаю там из каких-то сказок это вполне реальный официальный участник рынка который прописан там во всех официальных сайтах там семьей групп там все прочее перечислены даже не выкладывают свои отчеты за прибыль которые заработали на маркет-мейкерстве первое с чего начну наверно будет объем потому что я уже устал объяснять честно почему движение без объемов это движение в правильную сторону движение на объемах это скорее движение не в правильную сторону люди просто не понимают на чем основан рынок что движет рынка что рынок разворачивает что влияет на цену что влияет на цену это текущий баланс спроса и предложения это текущие открытой позиции на рынке если большинство шортах блядь естественно рынок идет против большинства большинство что же не может выиграть никак не может прийти там миллион человек миллион человек выиграть что сети миллион человек когда не будут в одну сторону открываться они будут открываться опыт источник ликвидности которых их будет ебать правильно правильно а это значит что если на каком-то уровне на каком-то уровне большинство скажем шортива и рынок идет без объема вверх то что меняется что блять меняется если рынок идет без объема большинство примеру тысяча шортива правильно тысяча шортива 100 купила добавит рынок вверх вот он идет там сделки проходят 10 лотов там два лота 3 10 там 20 50 зарастет растет растет вы мне объясните какого хуя продавать от чего рынок то развернется ничего ведь не меняется как было тысяча шортах там а 100 в лонгах грубо говоря так оно есть и рынок будет двигаться до тех пор пока не поменяется соотношение для того чтобы она поменялась нужно чтобы тысяча шортах закрылась да как минимум если она это сделает то естественно мы сразу видим на объемах объемы пройдут естественно на росте и как бы после этого после этого еще может быть разворот то есть это как минимум до того как пройдут объемы нет смысла а вообще как бы скидывать позицию если вы стоите в правильном направлении а если вы стоите в неправильном направлении то надо нахер сваливать с рынка потому что у вас просто размажут еще раз говорю если цена пробивает кто-то вы до выходит из консолидации без объемов то короче он нарисует а сейчас и так про баланс да давайте так с вами сделаем но к примеру плох нет никак консолидация да никак ансад даться и по итогам мы в ней были обьем и а так побычный гистограммный объем вот объем объем объемы и в итоге как бы ими он начали затухать почему затухать потому что в итоге провоцировали людей и продать да и купить и продать и купить в итоге купили продали все кто хотели всем дали время подумать всем дали принять решение сделать ставки ставки сделаны стало больше нет все куда поет рынок никто больше не открывается не закрывается все чего-то ждут соответственно если рынок идет в какую-то сторону примеру он идет ну скажем вниз да вот он идет вниз объем не проходит что у нас в этой проторговки да к примеру какой баланс примеру 1000 там сидша в лонгах 1000 лотов и ну скажем там 100 в шортах вот такой баланс то есть большинство купила вы что купила купила естественно у кого market maker естественно потому что market maker купил от минимум 900 потому что 100 купил у продавцов вот идет рынок да идет рынок вниз это сделки проходят ну скажем что там один лот он падает там три лота там пять лотов ну без объемов представьте падает дальше там 10 лотов ну короче объемов нет объясните из-за чего хоть одну причину не зовите из-за чего рынок должен развернуться здесь как было 1000 шоу в лонгах грубо говоря так и она осталась она просто как какой баланс и не мог поменяться из-за чего из-за чего рынок возьмет и пойдет вверх где топливо где топливо для движения вверх его просто нету сейчас движение вниз потому что рынок идет туда где больше всего денег денег больше что естественно внизу внизу потому что там market maker будет самое больше прибыли если он уже не может взять и повестись себе цену в убыток да цена мужской где угодно но только не здесь соответственно цена будет идти вниз до тех пор пока не поменяется соотношение буков и медведей для того чтобы она поменялась нужно как минимум чтобы в шортила либо новых игроков больше да чем вот эта 1000 больше допустим шортила там 2000 новых это сразу мы увидим на объемах понимаете и рынок пойдет вверх либо от стопится вот это 1000 а стопится 1000 останутся вот эти 100 шортах плюс там ну скорее всего еще и и новых шортистов добавится нах же падает падает и тут еще скажем шортит еще там 400 шортистов все от них уже рынок разворачивается то есть вот это уже топливо топливо получается для движения вверх потому что получается да вот во всей вот этой штуке получается 400 да там в итоге там даже 500 что там еще вот эти сидят 500 в шортах и скажем там 0 в ангах 00 они бывают а ладно 100 от этого естественно можно развернуться но до этого момента какого хрена рынку дтк как он на чем на развернется кто его развернет правильно поэтому если вы естественно сидите да вот в там движение вы должны сидеть как минимум до ближайшего всплеска то есть эта цель за не котировка не какая-то не цена там не это просто в такой паттерн к минимум паттерн объема весе объемы падают цена падает значит движение вниз если цена если объем падает а цена растет вот каких-то объемов то движение вверх все до движения вверх до первых объемов это блин очевидно по-другому не может быть вы поймите по-другому просто не может быть иначе рынок не знаю перестанет существовать он не может же работать себе в убыток да кстати пока не забыл почему я выкладывал же же стебался над smart лобиком почему все эти отскочисты там все блин постоянно стопило и они играли против рынка потому что это смешно то что люди до покупают от всяких тут понимаешь к тут обязательно канал какой-нибудь пройдет вот здесь вот как там какой нибудь день какая-то линия там так вот здесь фибоначи пройдет понимаете вот здесь вот вот здесь вот и люди на этих пересечениях пытаются там как-то что-то купить какой-то отскок взять какой-то разворот а блять из-за чего он произойдет то с какого хера цене до цене взять и развернуться от ни от чего от линии которую они все равно позже построили неправильно либо там они и рынок даже не догадывается о ее существовании у какого черта если даже если вы даже возьмешь стоп лосс то как бы на рынке ничего не по ним меняется да зачем в него заходить в эту позу ну это все от непонимания от непонимания рынка еще что происходит так еще немножко да скажем примеру другая ситуация вот у нас про торговка либо это объема до объема обычные объемы примеру рынок выходит куда-нибудь да там вниз выходит вниз и сразу же появляется объем что это значит да как мы пойдем вниз если к примеру здесь 1000 тоже до в лонгах но и 100 в шортах рынок идет вниз против тысячи и проходят дикие объемы дикие объемы на которых проходит там скажем 10 тысяч контрактов вот авто какая каковы шансы каковы шансы что этот баланс будет сохранен каковы шансы что баланс уже скажем не там пять тысяч шортах на там скажем тысячи там не знаю на 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 тысячу в лонгах да какой шанс я думаю что шанс очень маленький почему потому что этим пробитием во первых отступили шартисты фото есть те кто покупал плюс масса тех кто сидел в кэше да и не хотел влазить эту пилу ты сама за шарти его дым это на объемах видим в прошлом варианте они просто проигнорировали просто никто не верил что будет падать они верят люди не верят в движение то есть они уверены что там вверх тогда получается тренд она будет идти вниз до тех пор пока как бы они не поверят когда люди не допустим не уверен да в своей позиции тогда и тренда не получится почему как рынок то падает будет если они если народ сразу стопиться да вот выше они сразу за стопились все топливо то нет вниз идти на чем мы вниз пойдем у кого мы будем деньги отбирать естественно вниз уже пойти не можем все мы возвращаемся в баланс в консолидацию естественно выход получается ложный вынос получается выход вверх потому что почему потому что вот что развернула рынок баланс уже движу это развернула полностью весь всю картину рыночную естественно от этого мы уже пойдем вверх поэтому ну никак ну никак мы не можем на это использовать для подтверждения движения в правильную сторону наоборот это сигнал на то что возможно в рынке что-то поменялось и мы должны это учитывать то есть мы должны это воспринимать и так раз уж я начал про объем еще расскажу упомянул кластерная кластерный анализ объемов всякие профайлы и по все прочее я потратил на них достаточно времени как минимум на на года два поэтому знаю о чем говорю вся соль да вся подъебка в этих объемах заключается в том что люди начинают принимать во время просто объем принимать во внимание просто объем как как источник куда фактор который влияет на рынок причем именно сам объем они открытый интерес я хочу напомнить всем что на рынок все-таки влияет только только открытый интерес только когда в какой-то проторговка кому-то всплески до ликвидности в итоге остались какие-то открытые позиции если в какой-то там замесе все открыли закрылись закрылись открылись объема накопили до хера но открытого интереса там 0 то это не представляет для рынка никакой никакой не поддержки и сопротивления это просто пустая формация в которой никого нет следовательно она никак и не влияет на рынок ну как не влияет на рынок конечно если слишком долго цена ходит в коридоре и даже мне никто не открывается а долго ходить не будет потому что по факту все уже начинают видеть границы канала и начинают играть в этом в этом диапазоне соответственно происходит выход из консолидации ну ладно я как бы отвлекся смысл в чем что все вот эти профайлы все прочие анализы по тиковые объемов они складывают весь объем за определенную цену за какой-то определенный тик до максимально проторгованное а этого делать не нужно этого делать ну нельзя потому что не все всплески объема да вот эти прям максимальные они совпадают с концентрации открытого интереса на рынке скажем так все мое отличие от отличие моей стратегии работы на рынке от большинства того что я видел до большинства что написано в книжках и все прочее заключается в том что я анализирую не весь график и анализирую не все объемы и анализирую не все а формации за последних нам какой-то период а а выбирают то что сейчас может влиять на цену для те формации в которых есть открытый интерес точнее вероятность его очень большая поэтому это единственный фактор который влияет на рынок привет а вот все что я знаю до этого все индикаторы все мувинги все там каналы все уровень все 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 прочее все фибоначо там все проще они ориентируются на то что было на все на весь график то есть вы берете кита последний там периода в любой индикатор который вобьете там периоды это будут последние несколько там там свечей 50 50 свечей поэтому все рассчитывают все последние данные исторические и делают какой-то вывод я фильтрую график я убираю мертвые участки а я убираю то что когда-то в свою очередь на свое время влияло на цену то есть и меняла баланс но сейчас она никак не может повлиять потому что все контракты которые были когда-то там открыты они сейчас уже все закрыты соответственно там нет никакой зоны которая являлась бы поддержка или сопротивления а все кластерные анализы весь кластерный анализ объемов построена то чтобы складывать все участки и высчитывать весь объем по всем тиком а это просто не нужно это просто засоряет засоряет реальное понимание картины то есть вы видите не то что есть на самом деле сейчас увидите на каком-то на какой-то зоне огромный объем огромный объем но половина из того объема что-то им есть во-первых реальных позиций в десятки раз меньше а во-вторых на их либо там участках их вы уже открытый интерес уже закрытый вот поэтому идет неправильная интерпретация баланс на рынке вы спросите там на какой же ты умный а я откуда что знаешь есть открытый интерес в каких-то диапазонах или нет это ж на только маленьком маркет-мейкер ну я как бы с вами строить не буду и соглашусь что знаю только маркет-мейкер да всю книжку открытых позиций и именно поэтому по действиям маркет-мейкера я могу определять во первых вероятность во вторых иногда даже он гарантию того если в какой-то в каком-то диапазоне открытые позиции которые влияют на рынок либо их там нет вообще для меня это просто элементарно то есть я как бы могу сказать как это определить в двух предложениях но это будет слишком просто для вас часто слышу что такие фразы там бывшая поддержка стала сопротивлением бывшее сопротивление стало поддержкой и от этих уровнях народ еще пытается заходить надо просто пиздец люди просто как бы вообще не понимают принципе вообще даже что не говорят прошла это просто бред представьте что она на рынке да который пример вырос мы находим ближайшую поддержку ближайшая поддержка это сейчас к и что это там где народ не верил в рост и продавал 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 продал настолько что рынок уже начал движение потому что уже достаточно открылась достаточно же критическое число медвежьего интереса рынок пошел против большинства естественно против вот это все в концентрации медвежатины и этот уровень являлся поддержкой и он является только поддержкой потому что от этого уровня рынок пошел вверх это никак не может являться сопротивлением понимаете то есть весит это бой сопротивлением рынок бы пошел вниз но он вниз не пошел он пошел вверх это значит что там шартили так вот после того как рынок в итоге там упал до ниже как вот этого вот этой поддержки то она никак не может стать сопротивлением потому что там шартили поймайте в тот момент там шартили они покупали никто не может взять вернуться в прошлое купить и сидеть а там никак не могут появиться а гита позиции открытые на этом уровне которые в то время не появились понимаете то есть если там шартили то все так вот как до баланс был так он либо может остаться таким либо он просто может поменяться просто весь открытый интерес он может закрыться на естественно просто либо от 105 либо от можем колер в итоге там может быть просто пустая зона в которой просто ни хера уже никого нет но рынок но никак не как она не сможет стать сопротивлением но никак как вы бы не крутили вообще я за то чтобы вы включали мозг я за то чтобы вы думали анализировали пытались понять суть потому что вся вот весь этот теханализ классический да все таки весь бред он просто уводит от сути это как такая как не знаю как жвачка которая избавляет вас от каких-то усилий умственных зачем понимать почему рынок вырастет до каких уровней можно ведь просто провести канал или дождаться сигнала помог или дождаться перепроданности по rsi или дождаться там отработки фиба уровня какого-то там до построек это избавляет от принятия собственных решений это избавляет от мысленной активности то есть когда трейдер покупает до глядя там на график он причину покупки как он называет вот там пересеклось что-то там да или там вот перепроданность на на покупать или в пробитие канала все значит рынок обычай но на самом-то деле это не имеет ничего общего с реальным рынком то есть как бы вы ни крутили это все вы ищете закономерности какие-то которые работают на рынке без определения самого движения а есть на рынке есть три вещи в основном на которые опираются трейдеры первые две это скорее для новичков и у первых двух нет будущего это тенденция и это паттерны паттерны закономерности которые просто работают и игроки даже не за почему не работают дым да и неинтересно в главное что какие-то есть закономерность сформированная каким-то вообще в рыночным шумом случайным образом абсолютно и но она работает то есть она работает вы это видите естественно почему бы это не использовать в то есть вам грубо говоря в абсолютно похрен куда там рынок падает там на растет и какой там баланс на рынке какие там цели а с какой волатильностью вы вот видите там входа там какой-то вы в него входите просто потому что вы знаете что от этого входа несколько там пунктов там даст там там вашу сторону в эти пункты берете и все и вы выходите из рынка просто что вы не знаете что будет дальше то есть вам даже не важно что происходит на рынке особенно поражают мтс ники которые тестируют там график да на выявление и вычленение каких-то стратегий которые за за последние 10 лет там примеру делают профит которые выжили причем входы могут быть абсолютно какие угодно хоть там до рандомной абсолютно главное чтобы они на истории показали профит но блин вы должны знать что таких систем на рынке миллион там и миллиарды которые просто выжили случайным образом и то не миллионами и миллиардами умирают каждый день поэтому если вы будете использовать да если вы найдете какую-то там закономерность вероятность того что вы будете очень долго делать на ней деньги крайне мало практически ее нет да просто если вы даже делаете деньги да да если вы делаете деньги вы все равно по табо этой стратегии просто по какой-то стратегии которую вы не понимаете почему это происходит просто видите закономерность и все то вы просто теряете время реально вы теряете опыт который вы могли бы получить занимаясь правильными вещами потому что вы все равно эти деньги потеряете когда эффективность неэффективность работать перестанет и что вы будете делать дальше если вы не понимаете рынок да вы нашли куда закономерность и грубо говоря ее до или это когда она исчезает что дальше дальше поиска и опять какие-то закономерности это время вы опять ищите опять что-то находите опять начинаете использовать она это время работает потом перестает в опять теряете деньги и это все круг за кругом продолжается бесконечно вы теряете год два четыре шесть до сих пор там люди занимаются там десятки лет толку так это никакого никто миллиардером не стал без поиск работающих каких-то статей и он просто бесконечен и реально человек просто не развивается вообще в плане рынка он просто постоянно постоянно ищет то что может позволять делать ему деньги не зная что происходит на рынке не зная причин роста не зная причин падения не зная цели не знаю ничего не знаю как вам объяснить попроще но не знаю какой пример там идиотские жизни вот представьте что вы живете в каком-то доме не знаю вы там слепой глухой какой-нибудь там старый пердун и но вам нужно каждый день там куда-то ходить через дорогу которая не знаю там нет светофора ездят машины там постоянно ну не как бы не так много но все равно ездят новые как вам перейти переходите дорогу постоянно представьте что вы решите этот вопрос так отдав запись камеры видеонаблюдения да там за последние сто лет какому-нибудь там ботану чтобы он проанализировал все движения которые происходили за сто лет на вот это вот участке дороги которые вы переходите и определил да там что например какие-то там промежуток допустим в 10-15 там 12-13 или там час сорок за сто лет за последние ни разу не проезжала машины вот эти минуты но просто так совпало я не знаю почему это просто закономерность но никогда не было этих машин на дороге вот в этот промежуток времени и какая вероятность того да что вы начнете переходить и вот именно в сегодня вас раздавят на самом деле кажется да что вероятность там очень маленькая все за последние сто лет вот эту в минуту вот в эту почему-то мне в нем проезжала ни одна машина так получилось просто так то как бы случайным образом сформировалась то якобы это никогда не произойдет на самом деле руководствуется этим да там и переходить дорогу но может так сделать только полный придурок и его размаживать на следующий же день потому что нет никаких объективных причин да это просто закономерность которая ничем не подкреплена другое дело другое дело если есть некая закономерность которая реально подтверждена какой-то причиной то есть вызвано 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 да какой-то причин например если в эти промежутки времени машин не было только потому что некий железнодорожный переезд обрубал весь поток и какой-нибудь поезд ездил в одинаковое расписание и постоянно перекрывал машины и выйти промежутки время естественно никто на дорогах не ездил вы да если это так то вы знаете да что закономерность подкреплена реальным реальным реальными причинами то вы можете выйти промежутки времени дорогу приходящий совершенно спокойно вот вы знаете что это не просто как бы до сформировано случайностью а это вы знаете первопричину то есть вы знаете суть это совершенно другая торговля так вот большинство на рынке занимается первым методом и просто попросту теряет время вторая вторая форма да там торговли это поиск тенденции это пусть тенденции то есть есть и графика допустим растет да там какой-то тренд вверх это значит что якобы якобы вероятность его продолжения больше чем вероятность разворота но так по классике на самом деле ничего общего в этом не датном с будущего движения с анализом предыдущего то есть на рынке тренды какского феникс бывает только на истории то что рынок рос за последние там не знаю там неделю там или там две или месяц абсолютно не значит что он будет расти сегодня это но никак абсолютно никак не влияет другое дело если вы анализируете баланс баланс на рынке текущий там поэтому если баланс не меняется да и вы это видите то собственно из-за чего рынок ты должен развернуться он-то и никогда не развернется и неважно какая там что было вчера и что было до этого если до этого был рост до рост 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 была тенденция какая-то неважно какая но сегодня до баланс на рынке поменялся либо там за какую-то там за несколько дней за период до когда он просто не пошел за конце закон солидировался то рынку вообще ну просто но похрен какая была тенденция вы поймите все может поменяться в один момент нету такого чтобы взяли там до чтобы рынок обращал на то внимание то есть все вот эти мувинги все вот эти трендовые всякие стратегии они уводят от сути они просто следуют за тенденцией а тенденция она никуда вас не приведет то есть если вы торгуете по тренду но не знаете реальных целей если вы не разбираетесь в какой на рынке сейчас баланс да то вы все равно проиграете потому что тенденцию вы всегда будете уже видеть после того как она сформирована вы никогда не зайдете в ее начале если вы понимаете рынок вы можете зайти в самом начале и потому что будет тенденция потому что вы видите баланс да тот топлива то тот уровень который создал движение если вы понимаете рынок да вы купите уже там и естественно окажетесь в начале тренда те кто оказывается в конце тренда те как раз торгуют по тенденции их как бы особо рынок и принимает очень часто то что они не знают где выходить даже если не вошли по тренду хрен знает где там на хаях и даже если они вышли в плюс они сидят 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 они не знают где выходить они знают где ставить стоп они нихера не знают поэтому грубо говоря ваши линии просто не успеет пересечься чтобы вы вышли с профитом когда тенденция поменяется обычно цели у тех кто торгуют да сторону тенденция то есть сторону тренда но это блин естественно смена тенденции но вся фишка в том что когда рынок разворачивается все происходит на падение скажем настолько быстро что ваши мувинги не успеют там обратно пересечься до того момента как всю вашу прибыль просто она просто растает на ваших глазах поэтому то что вы все высиживали там эти там неделю да там скажем 2 или месяц все может растает буквально за один день там за 2 потому что у вас не было точно точно цели но вы вошли там мувинги ваши пересеклись все вы сидите вы сидите сиди высиживаете позицию тут такое как на это с все профита нет почему потому что вы торгуете тенденцию вот третий тип трейдеров которые я считаю самыми опытными самыми перспективными в своем деле какое все таки себя каким-то образом все приучаю это трейдеры которые торгуют не по каким-то вот паттерном которые не имеют смысла это трейдеры которые не торгуют тенденцию просто потому что она уже есть это трейдеры которые торгуют рыночный баланс спрос и предложение они каждый день каждый каждую торговую сессию естественно видят насколько он изменился в какую сторону в каких уровнях находится топлива для движения в какую сторону и естественно чуют рыночный сантимент то есть рыночные рыночные ожидания большинства игроков то есть падение на котором будут все продавать это одна ситуация и падение на котором уже заведомо до опытный трейдер то спадение на котором будут все покупать 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 отскоки это совсем другая ситуация то есть это все в элементарно делается подсознание всех людей одинаково работают и чтобы формациями до управлять толпой для этого не нужно там скажем а быть гением то все вещи очень очевидно почему почему я у такого мнения объясняю потому что трейдеры до которых чувствуют рынок и не только чувствуют а реально понимают как откуда берется от эти все движения они анализируют именно объективную информацию трейдеры которые видят реальный рынок до реальной реальное соотношение сил когда они делают сделку до сторону к примеру там падение рынка потому что в моменте локально все слишком перекуплено то им похрен какая была тенденция до этого им похрен какие там паттерны то работали до этого им грубо говоря все равно что было до сегодняшнего дня потому что если сейчас перекуплена то рынок упадет и никак не может быть никогда другого сценария рынок не будет идти себе в убыток что такое рынок рынок это market maker market maker участник который создает рынок он и есть рынок рынок не может пойти против него потому что он и есть рынок почему я думаю что в этом вся к этому нужно стремиться потому что как бы рынок не менялся как бы сильно он не становился эффективным либо еще каким-то всегда будет работать одно правило большинство всегда потеряет а это значит что идет игра против каких-то реальных позиций реальных игроков и все мастерство которое заключается до в трейдинге это определить текущую ситуацию они текущую тенденцию еще раз горе не какой-то не определить какой из там миллиардов паттерна сейчас как бы должен сработать то что так работала на истории а ту сторону да где больше всего денег потому что вся задача на каком бы вы рынке вы не играли да будь то там боже упаси форекс будто там фьючерсы будь то еще что-то а вся задача заключается в том чтобы не рынку было не выгодно вас идти там стопить чтобы рынку не выгодно идти было в противоположную сторону до вашей позиции а если вы будете торговать тогда то вы всегда будете в плюсе примеру стоп лосса если вы заходите в сделку и вас выбивая да по стопу а потом рынок делает сильное движение до вашу сторону вы упускаете весь весь тренд то грубо говоря вы занимаетесь не теми вещами то есть вы грубо говоря взять полной херней вы просто теряете время и не понимаете абсолютно то что торгуете в идеальном да в идеальном сценарии если вас выбивают по стопу в то рынок идет против вас на очень большое количество пунктов то есть в идеале там где ваши стоп лоссы да там можно переворачиваться и брать как минимум все то что вы потеряли на стопе то есть вероятность должна должна близко быть к 100 процентам это если у вас такие стопы это значит что вы понимаете рынок это значит что они обоснованы и просто от балды да это значит что вы на правильном пути вот это знать что вы торгуете реальный баланс то есть все мастерство ваши как трейдера заключается в том чтобы ставить такие стопы при которых при достижении которых маркетмейкер терял в сотни раз больше чем зарабатывала на вас то есть ему просто невыгодно было вас топить особенно умиляют конечно те кто торгует по каналу я честно не пойму их логику да еще по любым линиям каким-то будь то там фибоначо еще что-то примеру да пускай у нас будет рынок да там там ходит ходе на там ну скажем так вот канал у нас будет хопа такой дальше рынок вырастает по их логике по их логике типа того что нижняя граница канала это зона покупок до зона покупок то есть а здесь типа народ весь покупают но естественно по классике естественно мужик должен же отскочить ну а здесь естественно зона продаж те что здесь продают так вот объясните мне если вы дал здесь шортите на отбой как бы от канала то в чем как бы логика если рынок растет значит в итоге да вот в этих уровнях все шортили то есть здесь сидят шортах шортисты и как бы выносят выносят но раз рынок растет значит все они держат позицию баланс как был так он как бы и сохраняется до сих пор как все сидели там так и сидят в итоге что нужно отстопить вот это всех шортистов чтобы и тогда у нас естественно рынка кончится топливо кончится топливо потому что он пришел к своей цели он забрал свои деньги зафиксировал и потом будет все что угодно дам уже не известно чтобы вот поэтому естественно нужно что дождаться цели цель какая если она будет здесь как она может быть здесь когда здесь будут все шортить как цена может развернуться отсюда когда здесь шортят здесь там шортят да там типа там еще что-то да так еще и здесь шортят то есть не покупают а добавляют шанты то есть рынок усиливать свою позицию получается естественно когда здесь будут все шортить да естественно рынок сразу же пробьет почему да потому что им нужно разгрузить позу а как ее можно разгрузить естественно пробив канал все соответственно все выйдут здесь и рынок чуть-чуть хотя бы будет разгрузиться тогда будет шанс для того что рынок развернется а здесь каким хером он развернется когда он здесь усиливается естественно когда вас топанули когда стопанули причем абсолютно бессмысленно если вас после того как вас отступили какие что вы делаете естественно в лонг вы уже не войдете здесь то что у вас топ уж и большой вы что делать вы естественно уже шортить от другого канала и получается что вы постоянно играете против рынка с неопределенными целями бессмысленными ступлосами абсолютно что объясните мне когда вы здесь да допустим мы здесь все за шортили а объясните к как market maker потерять деньги на том что сводит вас на стоп да никак он не потеряет наоборот приобретет потому что здесь будет всплеск на покупку нужно ставить такие ступусы чтобы в первую очередь потерял market maker свою позицию то есть ему не выгодно было стопить когда вы заходите от канала да здесь market maker наоборот выгодно вас вы отступить естественно вы постоянно стоп ловите здесь тоже да там рынок вырос да здесь баг да как как если вы купили нельзя стопы здесь цель почему да потому что рынку выгодно класса стопить он она берет еще еще больше аккумулирует позицию свою длинную да и это как бы они не кумулятивно ничего не потеряет в итоге будет вы нас вверх естественно вы останетесь без в позиции без позиции абсолютно если вы будете постоянно заходить до после ложного пробития то у вас один раз вот так вас распилит и все у вас не будет депозита смысла в этом нет поэтому еще раз говорю стопы должны быть такие чтобы рынку не выгодно было вас топить дальше еще категория такая на рынке сюда присутствует это ловители ножей это конечно определенная каста которая никогда но никогда она не исчезнет все это тоже от того что очень надо денег и определенно тоже не понимание рынка примеру да ну вот у нас там будет определенная какая-то консердация непонятная да там и допустим выстрел вверх что первая реакция какая если вы в этом росте не участвуете и вы его пропустили какая первая реакция во-первых купить тут уже на хайе да на хайе ну вы будете чувствовать себя ну полным лошары когда вы купили на хайе надо было здесь покупать правильно к смысл но и к выше видите хай поэтому первое желание коза шортить но те кто здесь шортят те кто здесь шортят объясните одно у кого вы хотите деньги отнять я например я если честно отлично я не вижу когда если вы покупаете да если вы покупаете здесь то вы хотя бы видите у кого деньги отнимаете вы деньги отнимаете вот у всех кто в этой консолидации в итоге шортил это очевидно и они здесь топятся да это даже видно пускай будет так по объему гистограмма и объемы повышающиеся да все кто здесь шатила не отступились но что дальше почему до примера стопились ладно не топлива нет но какая гарантия того что рынок не пойдет дальше вверх накапливать лонги новые для чего для того чтобы пойти вниз чтобы пойти вниз серьезно да серьезно нужно опять таки топлива для падения а его просто нет все просто отступились и все покупать уже высоко поэтому все как бы с тремя стремятся если вы здесь шатите вы шатите без топа потому что нет смысла его тут ставите вы нигде не поставишь просто без топа причем с целью очень понятно максимум здесь мог кто-то остаться до вероятность такая вас цель определенно да здесь вот потому что ниже там возможно уже не пустят а риск просто не определен абсолютно то есть бесконечный либо вас просто будет стопить и постоянно и вы просто без причин будете взять деньги так вот смысл смысла входить в рынок когда он разгружен то есть без открытого интереса смысла нет потому что маркет-мейкер может повести цену как вверх так и вниз и предугадать это просто нереально но когда маркет-мейкер мало то что разгрузил так еще и накопил новую позицию до в итоге новых лангистов то у него нет выбора у него он может ввести только цену может быть только вниз и вариантов здесь нет никаких цена не может пойти вверх иначе он потерять деньги это невыгодно рынку там нет денег все большие деньги они здесь вот такой мешок с деньгами поэтому когда вы входите когда видите накопленные накупленную позицию до а перекупленность именно то здесь уже есть смысл шортить когда вы перекупленность не видите то есть она в моменте до вылетела и всего лишь до 100 панулись шортисты они просил листопанулись но никто еще не купил тогда нет смысла вообще в рынок входить потому что ни у кого деньги отнять понимаете если вы здесь продадите то кто-то значит должен купить понимаете логика элементарная поэтому вся ловная ножи это грубо говоря хрень собачья бывает так что вылетает ножи до втыкаются какие-то серьезные сопротивления это другой разговор это другой разговор и здесь уже понимать то что вы делаете начнем с того что люди даже не понимают что такое поддержка и сопротивление поэтому мои слова все равно были бессмысленны для большинства а еще кстати все любят просто традиция такая у трейдеров в боковике шортить да на лоях а стопы ставят за верхнюю границу диапазона вот прямо 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 сразу за хай это 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 просто как бы цирк реально потому что я не знаю по моему уже каждому понятно что в консолидации до в пиле маркетмейкер накапливают до позицию либо разгружает и как он как он провоцирует да он естественно провоцирует людей как купить так и продать купить и продать в итоге а кумулятивно до кумулятивно с на рынке складывается какое-то соотношение покупателей и продавцов для чего это нужно для того чтобы люди трейдеры не сидели в кэше потому что неизвестно сколько сидят в кэше соответственно если она куда-то пойдет да в эту сторону то те кто сидят в кэше естественно зайдут в это направление соответственно нужно все кто сидит в кэше блять заградит в рынок всех загнать рынок седа 7 дать время принять решение какой-то сигнал чтобы они увидели в этом шуме увидели то чего нет и открылись открылись в итоге делать провокации до тех пор да пока как бы объем не начнут падать начнут падать потому что уже люди не реагируют на эти выпады так вот пока market maker находится в стадии набора позиции в нем нет уровней защищенных рынком потому что в боковике когда начинают формироваться все на лаях продают а на хаях покупают всегда соответственно никто в этой пиле взять прибыль не может как только люди видят границу да уже по факту когда уже там раза три-четыре отработалась да и когда они уже три-четыре раза деньги потеряли что идиот они начинают играть внутри этого канала и а там где они раньше шортили да на лае они начнут покупать а там где они покупали они начнут шортить в итоге что естественно происходит выход из консердации почему потому что когда здесь до покупали потом здесь шортили потом здесь покупали потом здесь вместо того чтобы шортить все взяли и еще раз купили то здесь купили здесь купили все куда пойдет рынок мы плита однозначно вниз поэтому до того как она копилась за критическая позиция либо до того как а боковик уже сформирован достаточно долго для того чтобы трейдер начали в нем играть нет смысла ставить стопики эти ваши дурацкие потому что их у вас постоянно будет стопить стопики должны быть еще раз повторяю для такие чтобы маркет мейкеру не выгодно было выступить а сейчас ему выгодно стопить и он уже за задача даже ходить по вот этим ценам потому что по этим ценам естественно постоянно идет вброс ликвидности всплеск ликвидности идут еще очень улыбает когда говорят там в основные понятия до поддержка сопротивления по книжным по книжным кстак скажем понятия по книжным понятиям что такое поддержка да это как минимум до какой-то вот четкий визуальный уровень естественно на лоях которого рынок как бы вырос и все думают что поддержка это вот это вот этот как это там безумная там котировка и аргументирует это тем что на этих ценах да по этой цене типа был покупатель но типа скупал 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 акцию и когда каждый раз к она возвращается сюда то естественно инвесторы покупают и когда все это начнут видеть да то цена уже сюда не возвращается потому что начинают покупать все до этого якобы да и якобы все вот эти покупатели начинают до подключаться и она улетается на поэтому это уровень поддержки давайте скажем так и она как бы является актуально до тех пор пока как бы она не пробита то есть даже если график там вырос там вырос еще там да там вырос и даже начинают вот так вот падать да все все равно надеются на вот эту поддержку но вот этот это просто поразительно я как бы даже даже ну никак не могу помнять этих людей до какого хера здесь пытаться покупать во первых либо пытаться как бы воспринимать это как смену тренда к тренд уже нахер давно сменился почему-то все уверены да что это психология так устроена понять подсознание когда после такого роста начинается коррекция все воспринимать ее как коррекцию не как новый тренд естественно тут все покупают 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 все это время ждут держат убыток почему потому что типа есть поддержка и якобы здесь находится тот покупатель который скупал ее здесь даже но это даже смешно даже на живом рынке если здесь был покупатель естественно покупала для чего для то чтобы болеть ралли устроить ралли все прошло закончилась все что он тут покупал уже давно разгрузили но это на живом рынке и на самом деле понятно что с маркетмейкером все иначе вот разгрузил более того а не только разгрузил здесь начали покупать вообще все все и даже на коррекциях на вот этих все но все покупали и какой таким нужно быть дебилом чтобы здесь вот купить от этой поддержки просто потому что здесь какая-то линия красиво это жду уму непостижимо во-первых все ралли прошло уже во во-вторых здесь уже дохера сопротивлений в третьих вот эта поддержка уже слабая да и уже просто нет практически потому что все кто здесь шортили да их всех вообще размазала и всех размазала и топлива топлива до которая пружина она все же нет она все закончилась и все так бы уже приняли здесь естественно на хаях естественно здесь уже никто не покупают на хера тут уже продавать надо просто потому что чтобы по спровоцировать до пробой и всплеск ликвидности на продажу чтобы закрыть до в тем кто market maker тем-то market maker здесь естественно продавал они здесь покупают все покупают естественно тот аж продают вот поэтому чтобы как бы принять завершить то каким-то логическим концом известно будет из из пробития то что здесь вот в этих уровнях даже я носил отскочил опять здесь опять нужно шортить ну как бы в другого быть не может никак поэтому то здесь и линии да там какие-то красивые но это просто но смешно против них играть когда уже уже поздно уже рынок развернулся еще раз говорю а эта акция никому не нужна в этой точке сейчас после всего этого она нужна была здесь до того как появились сопротивления фото кого до того как она выстрелила до того как начали покупать все понимаете это был это одна ситуация это был один рынок это было это здесь в этой точке сайт ситуация совершенно на ситуация совершенно другая здесь нужно целить поэтому неважно какая там котировка там по которой там кто-то покупал сценарий не может повториться уже потому что все пытаются никто не знал что будет ралли никто не знал что здесь на было покупать на самом деле и естественно пытается купить там где они должны были купить это блин это подсознание так работает соответственно она падает падает падать дальше все понимаешь они уже падают они уже покупают совершенно не нужен никому актив да нахрен нам нужна эта акция сейчас она уже просто не нужно ее просто нужно уничтожать до того